Здравствуйте! В эфире CBC специальный выпуск. Веду его я, Михребан Касумова. Гость специального выпуска это Фарид Шафиев, председатель Центра анализа международных отношений. Фарид Малим, добрый день! Добрый день! Ну, в первую очередь, фактор нашей победы на поле боя, потому что, если даже брать формальную сторону, что Кельбаджар был освобожден мирным путем, без жертв, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября, подписанному Арменией и Азербайджаном, и при посредничестве России. Вместе с тем, Армения, конечно, никогда бы этого не совершила, если бы не потерпела разгромное поражение на поле боя. Поэтому, в первую очередь, фактор, конечно, военных успехов Азербайджана способствовал этому. Второй фактор — это соглашение, где были обозначены параметры освобождения трех районов вокруг бывшего Нагорного Карабаха. Почему я говорю бывшего? Потому что Нагорного Карабаха — это, в общем-то, искусственное образование, сделанное в советское время, созданное в советское время в 1923 году. В 1921 году было принято решение, в 1923 году оно было осуществлено. Есть исторический Карабах, и в настоящее время, согласно административному отделению Азербайджана, три района — Агдам, Кельбаджар и Лачин. Вот они освобождены, вот Кельбаджар освобожден, Агдам тоже остается еще через пять дней, дай Бог, будем отмечать освобождение Лачина. — Фарид Муэлем, говорят, вот еще и абсолютно верно, я с этим согласна, что большую роль в этом еще сыграла экономическая независимость. И если в отношении Азербайджана тут нет никаких вопросов, то на что рассчитывала армянская сторона, учитывая экономическую ситуацию в самой Армении? — Нет, я бы не начинал с экономической ситуации. Если говорить о невоенных факторах, то есть первым, номер один — это военный фактор. Это наша победа на поле боя, несомненно. Второй фактор я все же по приоритету назвал бы международное право, дипломатические усилия. Это резолюция Совета Безопасности ООН, которая была принята, первая резолюция 822 в ответ на оккупацию Кельбаджара. И дальше вся наша деятельность азербайджанской дипломатии за эти 27 лет, резолюции многочисленных организаций. Вы знаете, они создали именно тот фон. У нас была очень твердая основа в рамках международного права. Про это президент тоже говорил в одном из своих предыдущих выступлений. Если бы не было вот этих твердых оснований, не было бы, наверное, заявлений. Даже заявления, например, от самой предвзятой стороны, помимо Армении, например, Франция, которая оказывает ей очень серьезную дипломатическую поддержку. Даже президент Франции признает, что это международная граница Азербайджана. То есть все эти годы именно Азербайджан ввел очень активную дипломатическую работу в рамках международного права. И поэтому это второй фактор. Да, третий фактор – это экономический фактор. И здесь надо поделить на два субфактора, скажем так. Первое – это именно что успешная экономическая политика, это те доходы, это те, значит, проекты, которые Азербайджан начал реализовывать, начиная с 94-го года, нефтегазовые проекты, которые дали нам вот эти все необходимые финансовые ресурсы. И это, в свою очередь, нам позволило закупить современное вооружение. Это один аспект. А второй аспект – это то, что Азербайджан стал важным экономическим партнером, важным экономическим партнером Европейского Союза, Соединенных Штатов, наших соседей России, Ирана, Израиля и так далее. Там Украина, Белоруссия, Казахстана. Поэтому здесь как бы два момента есть. Есть чисто материальная составляющая финансовая, а есть именно тот факт, что Азербайджан видит именно как важного экономического партнера. Фарид Малим, такой момент, вот говоря как раз таки, анализ международных отношений. Что мешало Армении выстраивать нормальные добрососедские отношения, не только добрососедские, но и со своими союзниками нормальные хорошие отношения? Я, кстати, не совсем ответил на вопрос предыдущего. Вы сказали, на что рассчитывала Армения. Здесь тоже, в принципе, это тоже вопрос, на что она вообще рассчитывает, почему она так относится. Дело в том, что вот об этом тоже президент сказал. Все эти годы она рассчитывала, что будут третьи стороны. Да, что ей помогут. Поддерживать, что бы она ни делала. Вооружение, которое она покупала, там часто это все списывалось, средства крались, это все было бравадой. И надо вообще признать, что то, что Азербайджан потерпел поражение в 1992-1993 годах на поле боя в силу двух факторов. Первое, это гражданская война, фактически у нас череда переворотов, фактически у нас не было нормального государственного аппарата и армии. Это первый фактор. Второй фактор, это существенная военная помощь, которая шла Армении и на поле боя тоже непосредственно. Вот она так и рассчитывала, что помощь будет идти, а Армения сама ничем не будет заниматься существенным. Кстати, интересно, что об этом сейчас уже говорят в открытую и в основном внутри Армении таких голосов практически не слышно, но в диаспоре такие голоса есть, потому что диаспора армянская, она несет тоже очень серьезную ответственность, потому что именно радикальные элементы среди армянского лобби, диаспора и по сегодняшний день продолжают выступать с реваншистскими заявлениями, с заявлениями по поводу вот этих территориальных притязаний в отношении Азербайджана и Турции и так далее. Но есть и разумные голоса, например, Жерар Либоридян, бывший советник президента Армении Тер Петросяна, есть и ряд других деятелей, они крикаря, например, в Швейцарии и так далее, которые считают, что Армения должна в корне пересмотреть свою внутреннюю и внешнюю политику, в частности, вообще будущее Армении, это, конечно, если вообще они думают о будущем, они должны понимать, что они должны улучшить свои отношения с непосредственными соседями Турции и Азербайджаном. Это география Армении. Но если с Николом Пашиняном как бы все ясно, его и политиком назвать достаточно сложно, то предыдущие руководители Армении не задумывались о том, что со всеми нужно налаживать отношения, чтобы вот сейчас не было такого ревностного отношения к успехам Азербайджана? Я как раз таки, вы знаете, надежда была именно с Пашиняном связана. Да, он популист, уличный политик, но он пришел на волне борьбы с предыдущим режимом коррупционным. Вот вы говорите предыдущие, так они на этом деньги делали. Это военные полевые командиры, бывшие какие-то комсомольские работники или же другие деятели, значит, Кочарян и Кочарян. Они на этой войне стали миллионерами, если не миллиардерами. Об этом сами армяне пишут, не мы. И, кстати, это и является фактором того, что в 18-м году произошла вот эта так называемая бархатная революция. Поэтому они на этом нагревались и, естественно, хотели продолжение вот этой политики конфронтации. Недаром, это, по-моему, было в 2001 году, Роберт Кочарян или в 2000-м, Роберт Кочарян выступил об этнической несовместимости. Да, генетическая несовместимость, да. Эти слова были осуждены Советом Европы, Генсеком Совета Европы тогда. Поэтому как раз-таки надежды были, что Пашинян будет по-другому относиться. Но, к сожалению, он пошел на поводу у националистических сил Армении, и это привело к логическому результату. Фарид Малем, вы как раз уже затронули тему Франции. И сегодня, 25 ноября, когда Сенат Франции обсуждает резолюцию о признании так называемой независимости Нагорного Карабаха. Понятно, что для нас это ничего абсолютно не значит, и само вот это действие французской стороны носит рекомендательный характер. Но, тем не менее, зачем Франция усугубляет ситуацию? Здесь есть множество факторов. Но первое, о чем говорят, это об армянском лобби. Второй фактор здесь очевиден, что традиционно Франция поддерживала Армению. И не случайно, что, вы знаете, сам конфликт, если о современном конфликте говорить, часто говорят, что он начался в феврале 88-го года. На самом деле он начался осенью 87-го года. Значит, в конце октября советник по экономическим вопросам генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева, был такой Агамбекян, он был во Франции и давал интервью газете Humanite, коммунистической газете, где он сказал, что Карабах должен быть передан Армении. Это первый раз громко было сказано об этом. А потом мы знаем, что происходили события в Кафане, где уже начали гонять азербайджанское население. Об этом тоже, кстати, тогда не писали. Но конфликт начался осенью 87-го года. Это очень существенно. Они в феврале, и тем более не с Сумгаид. Он начался раньше, чем с Сумгаид. Даже если брать формально, он начался 13 февраля 88-го года, с первых демонстраций. А первыми жертвами были два азербайджанца недалеко от Аскерана, их убили, армянские националисты. Поэтому в Франции есть историческая связь с армянской диаспорой, с армянским лоббием. Второй фактор – это французско-турецкие отношения, это нынешняя напряженность. И Франция как бы пытается отыгрываться на нас за свои отношения с Турцией. И есть еще третья, я бы сказал, позорная страница французской внешней политики. И вообще это ее колониальное наследие. Я думаю, что попытки показать, что мы тоже здесь есть, мы тоже сила, мы тоже мировая держава, это именно исходит из империалистической амбиции Франции. Кстати, она очень действительно одна из позорных историй. Это событие в Алжире, это событие в Африке. До сих пор, до сегодняшнего дня, вот этот неоколониализм в новой форме, в новой упаковке, она продолжается во внешней политике Франции. Фарид Муалим касаясь внутри политической ситуации в республике Армения. Мы видим, что сейчас уже там шесть министров, если не ошибаюсь, подали в отставку. Представители оппозиции, они задерживаются, их преследуют. И все это политика Никола Пашиняна, так называемая демократическая политика. Почему, на ваш взгляд, нет должной реакции со стороны Совета Европы, европейских структур? Этим вопросом, кстати, неоднократно задавался президент Ильхам Алейф. Да, потому что он фактически ставленник западных институтов, поэтому они на это закрывают глаза. Как, по-моему... То есть Запад защищает Николу Пашиняна? По-моему, какой-то из президентов Соединенных Штатов Америки, это был Эйзенхаур, могу ошибаться, или Рузвельт, как-то про какого-то диктатора речь зашла, с Латинской Америки. Он сказал, что он какой-то сын, но это наш сын, да? Вы понимаете, какой эпитет он использовал. Поэтому Пашинян, они его поддерживают. Но здесь, вы знаете, помимо того, что происходит на сегодняшний день в Армении, это аресты руководителей и так далее, я вообще хочу сказать, что Пашинян никогда и не был демократом. Если был бы он истинным демократом, он в своих речах еще до того, до этих событий, когда он говорил о правах, о борьбе с коррупцией, он об этом говорил, о правах армян и так далее, он обязательно должен был бы затронуть вопрос о правах изгнанных азербайджанцев. А так вот эта демократия, она на самом деле является вариантом, или же, скажем, похожим на вот этот белый супремасизм в Соединенных Штатах Америки, когда выходят расисты и говорят, что мы хотим лучших условий, но при этом они говорят и подразумевают лучших условий для белого населения. То есть эти теории, когда мы говорим о демократии, даже про древнюю Грецию, что значит демократия? Она там была, но исключала из этой категории рабов. То же самое в Америке продекларировали, значит, били о правах, но из него были исключены, значит, черное население, потому что рабство еще существовало, после этого еще 60 с чем-то лет. И еще сто лет после этого была дискриминация. Поэтому вот этим демократам Пашинян не было, это его демократия, она была только для армян, и естественно такая демократия не является истинной демократии. А то, что сейчас из этого исходит и логическое, скажем, результат того, что происходит сейчас. То есть он, когда говорит о каких-то там развитии и правах, то он, конечно, не подразумевает своих политических оппонентов. А чем дело закончится в Армении, на ваш взгляд? Как долго продержится Никол Пашинян? И может, он все-таки рассчитывает на то, что в США в скором времени установится новая власть? Да, наверное, это тоже фактор. Демократы всегда были традиционно близко к армянскому лобби. Многие сенаторы и конгрессмены, значит, они достаточно близки. Но мне кажется, вот этот нынешний кризис Пашинян, он выживет. Почему? Здесь несколько моментов есть. Первое. Кто бы сейчас непосредственно пришел бы к власти, если даже завтра теоретически, он все же должен будет осуществлять заявление, вот это от 9 ноября. Никто на себя это ответственно не хочет. Хотят полностью скинуть все на Пашиняна за весь тот разгром, в котором повинны, кстати, не только Пашинян, но и предыдущие президенты, и руководство, об этом тоже президент заявлял, потому что армия строилась не в течение двух лет, а она там у них существует давно. И то, что вот такая была бездарная армия, это результат вот всех этих лет существования. Поэтому никто сейчас не хочет непосредственно прийти к власти и начинать брать ответственность за то, что за вывод войск и так далее. Поэтому непосредственно, я думаю, еще несколько месяцев он выживет. Но в целом я хочу сказать, что при всем там популизме Пашиняна и его опять же, людей, которые вокруг него собрались с определенным, с отсутствием какого-то опыта. Альтернатива в Армении на сегодняшний день тоже, вы знаете, не ахти. Ну, давайте посмотрим. Карабахский клан в Армении их не любят, потому что они тоже ответственны, я уже сказал, за эти 20 лет. Но с слова они власти после Терпетросяна. Терпетросян уже, как говорится, отыгранная фигура, он вряд ли вернется к власти и, по-моему, у него и желания нет этого. Значит, Кочарян и Саркисян, может быть, они выдвинут Карабахский клан, так называемый, кого-то и может выдвинет. Но в Армении, как я вот видел, некоторые фигуры, некоторые цифры, все же Пашинян еще пользуется поддержкой 30-35% населения. Это не большинство, но вместе с тем у других еще того меньше. Гайц Царукян, которого он посадил, процветающая армия, вообще криминальное прошлое, и, опять же, за ним, по-моему, его поддерживают 10-11% армян. То есть, какие альтернативы практически нет. Поэтому, скорее всего, Пашинян останется у власти, наверное, до следующих выборов. Вряд ли он переживет следующие выборы, но непосредственно останется. И вообще хочу сказать, что так уж, если смотреть, с нашей уже точки зрения, то Пашинян нам выгоден. Фарид Марин, спасибо вам большое за участие в нашем специальном выпуске. Вам спасибо. Напоминаю, в эфире CBC был специальный выпуск, гость специального выпуска это Фарид Шафиев, председатель Центра анализа международных отношений. Оставайтесь на CBC. Редактор субтитров А.Семкин